Вы знаете, которую уже неделю наблюдаю за историей, которая произошла в Казахстане с бывшим замминистра и его, так я до сих пор до конца и не разобралась и не поняла, законно она была жена или просто девушка, которую убили. И мне так удивительно, наши блогеры обычно всё любят обсуждать, тут какая-то тишина. Но я бы хотела поговорить на эту тему, потому что это очень важная тема, о которой, на мой взгляд, нельзя молчать, потому что это происходит сплошь и рядом. И где-то я видела, кто-то пишет, ну послушайте, ну то, что он её бил, как бы это частая история в таких семьях. Я не понимаю, в каких семьях может быть частая история, что мужчина бьёт женщину. Мне кажется, ни в какой семье этого не должно быть. И последствия мы все прекрасно видим. Это просто ужасно. Ещё раз повторюсь, эта тема очень важна и нужна, потому что попасть в лапы такого рода абьюзера может любая женщина, ну естественно, которая не в терапии, которая не проработала свои травмы, которая легко может повестись вот на такое всё. И потом, попав в лапы такому хищнику, уже из них тяжело вырваться. Потому что я думаю, что сейчас присяжным, наверное, достаточно тяжело в какие-то моменты. Потому что, судя по тому, что я вижу, и как сладко поётся песня, ну я представляю, когда ты живёшь с таким человеком, как тебе тяжело уйти. Но делать это нужно сразу. Как только первый раз тебя ударили, ты должна собрать вещи и уйти. Сразу, с первого раза. Никаких вторых шансов ты давать не можешь, потому что всё может закончиться очень плачевно. Я вот часто истории вижу, когда уже на свадьбе такое происходит. Когда она вот это вот, помните, раньше ролики эти были популярны, когда торт резали, мужчина-женщина, начинает с ним играться вилкой, он ей уже по лицу бьёт. У меня, помню, был диалог с одним мужчиной на эту тему. И он меня уверял в том, что она сама его довела, и то, что она получила по мордасам, это нормально. И тогда это уже был просто очень важный звонок о том, что вообще, что за человек может быть рядом, который так, блядь, мыслит. Поэтому каждый раз, когда оправдывается физическое насилие над женщиной, это значит конкретный абьюзер перед вами, это значит конкретный потенциальный убийца перед вами, который вообще не контролирует себя, ни свои движения, ни свои манипуляции над вами, который может вас довести и до самоубийства, и до того, чтобы вас убьёт, и до того, что ваша жизнь просто превратится в ад. И очень круто, что эта история так сейчас освещается, потому что многие девушки сейчас на это посмотрят, и, может быть, задумаются над тем, что может с ними случиться. Потому что порой у них такие мысли, слушайте, ну все живут, у всех, знаете, в каждой избушке свои погремушки, а вот у этой муж изменяет, а у этой, ладно, вот тоже бьёт. Девочки, не надо ссылаться на тех, у кого там в соседнем огороде что происходит. Главное вы и то, что с вами происходит. И очень круто, что сейчас, ещё раз повторюсь, это освещается, потому что, может быть, это будет поучительной историей для всех, кого бьют, и им кажется, что это нормально. Нет, девочки, это ненормально, так нельзя. И вот понятно, что уже сейчас что говорить? Человека нет в живых, такой красивый, такой весёлый, такой энергичный. Девушки прекрасные нет в живых, и это ужасно. А могла бы она сейчас жить и быть счастливым человеком. В итоге так закончила плохо. Знаете, мы ещё вот это поколение, мне кажется, поколение, которое после наших детей, оно, конечно, будет, оно вообще другое. Мне кажется, оно намного мудрее, и для них такие вещи, они просто дикие. Потому что мы росли в те времена, когда, ну у меня часто я видела, что в каких-то семьях родители дерутся, у друзей, у ещё кого-то, там подружки рассказывали. И, собственно говоря, и в моей семье, к сожалению, это тоже было. И видя всё это, нам казалось это нормальным. И когда мы перенесли это всё в свои отношения, для нас это было уже привычно. И казалось, что, ну окей, как бы такое бывает в семьях. Нет, ни хрена, такого не может быть в семьях. Это ненормально. И разрешать такое, вот так вот абьюзить себя и так себя вести нельзя. Нельзя. Всё, вот нельзя.